204 километра ли озона позади мы на старте сегодня будет сложный спецучасток длиной 287 километров песка будет меньше но каменистая поверхность примерно такая как здесь из скалы вокруг каньонов обещают добавить остроты ощущениям при пилотировании боевых камазов в общем сегодня будет действительно серьезный день не только для пилотов но и для штурманов мы начинаем новый этап кольцевой спецучасток вокруг вальдо васир начнется позже обычного чтобы выбывшие строя в предыдущий день участники смогли остаться в игре скорое окончание ралли марафон дакар 2022 чувствуется постоянно но опытные гонщики понимают что расслабляться еще слишком рано несмотря на то что позади остались две трети соревнования ключевые события январской гонки еще точно впереди сегодня больше внимания уделялось грузовому зачету где после почти 3000 километров спецучастков первое и второе места разделяют всего 11 с половиной минут и любая случайность вроде проколотого колеса может свести этот разрыв на нет не выглядит солидным и полтора часа преимущество над четвертой строчкой в турнирной таблице досрочно дакар 2022 завершился для одних из лидеров своих категорий дэниела сандерса и роса бранча на мото мануэля андуахара и александра максимова в кадр сергей карякина в ссв а ряд титулованных гонщиков столкнулись техническими сложностями и продолжит выступление без возможности побороться за главный приз рельеф трассы на девятом кольцевом этапе дакара разделился на три категории 53 процента песков 33 процента гравия и 14 процентов дюйм на 287 километровом спецучастке легко точно не будет никому первая половина дистанция оказалась проложена на широком плата и повела караван ралли по песчаным параллельным дорожкам и террасам особое внимание экипажа на вечернем брифинге было уделено именно трудно проходимым местам для самой крупной техники на докале чтобы проскочить эти участки без повреждений пилотом грузовиков приходилось выверять положение машины в канале практически до сантиметра на большие валуны зачастую лежавшие посреди дороги нужно было заезжать колесами чтобы не повредить мосты и детали подвески первые серьезные дюны встретились только после 140 километров пути и почти сразу сменились 50 километровым отрезком с трудной навигацией второй раз испытать себя в сложных дюнах пришлось в промежутке между двухтысячным и 2020 километрами после чего можно было разогнаться на быстрой песчаной трассе в долинах дополнительные сложности для экипажей добавил сильный ветер местами не оставивший ни малейшего дорожного следа давая возможность проявить себя в полную меру штурманом Ricк только чтобы пополезли в лесу, чтобы приехать к строительным металлическим Крутики навига people теперь придется в 3-м социальные玩 действительно интерферия 院 Стрельный двигатель. Стрельный двигатель. Стрельный двигатель. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сберто по counter то with the above 300 направо. 300 направо. 200 направо. 100 направо. 500 уходит до лева. 300 направо. 300 направо. 300 направо. 300 направо. Езжай. 4. 4. 4. То есть 4,5 метра. Предсказать победителя этапа не представлялась возможным до самого финиша. Положение экипажей на временных отсечках менялось завидным постоянством. Сегодня важнее было, наверное, проехать более стабильно и аккуратно, потому что очень много пересечений русел с острыми камнями. И были моменты, где нужно было аккуратничать. Видели, что до нейтрализации пробил заднее колесо Андрей Коргинов, Дима Сотников. Видели, что не сразу взял точку. Мы его в этот момент накатили, посигналили, он пропустил и пошли вперед. И так практически ехали до финиша. Я видел сзади, что Дима едет и в песках. Пески около 10 километров, наверное, были. Сегодня практически вчерашний спецучасток, очень напоминающий. Ну и все отлично. Я доволен результатом. Ближе к середине дистанции был вынужден остановиться Андрей Коргинов. На замену проколотого колеса на тот момент лидер гонки потратил около пяти минут, что сразу же отбросило российский экипаж на 13 место. Плотность среди грузовиков была высочайшей. На отметке в 160 километров первые 16 экипаж разделяли всего 10 минут. На Дакаре 2021 года чешский пилот Мартин Мацик из команды Big Shop Racing показал свой лучший результат в карьере. Три победы на спецучастках и четвертое место по итогам гонки. Такие результаты вместе с надежным грузовиком Ивека делали этот экипаж одним из фаворитов нынешнего ралли-марафона. Но Дакар 2022 не задался с первых километров. К чести для спортсменов они не бросили борьбу. Уверенное движение на трассе, вне зависимости от ее покрытия, позволили Мацику совершить стремительные атаки на результаты экипажей КамАЗ-Мастер. На финише Чех оказался на пьедестале. Уступил 2 минуты 37 секунд победителю этого этапа Эдуарду Николаеву и всего на 3 секунды ставшему вторым Дмитрию Сотникову. Нам пришлось сделать петлю, там была скрытая точка. В самом начале немножко курсом забрали правее, пришлось крутнуться. Пока крутнулись, видели, что Андрей Каргинов уже подъехал, но мы его пропустили, поехали за ним. Видимо, за Андреем уже ехал Эдуард и тоже начал звонить, пришлось его пропустить. Ну а сегодняшний день был очень быстрым и в основном пришли между каньонов. Следовать за кем-то очень тяжело, поэтому пришлось пыли за двумя грузовиками ехать в эти километры, пока те передедущие грузовики немножко не оторвались, поэтому и первая отсечка была далекая от лидирующей. Считанные минуты отделяли других пилотов от попадания в топ-3. Антон Шибалов по итогу этапа стал четвертым. Следом финишировали Игназио Касали и Алиш Лапрайс. Племянник легендарного Карла Лапрайса смог опередить Андрея Каргинова и увеличить преимущество в генеральной классификации над двукратным чемпионом Дакара аж до 15 минут. Ехали первые в грузовиках, ехали быстро, аккуратно по камням и понимали, что на лидирующих позициях едем. И все уже выход из камней по 30 километров. Поехали по камням и накатили баги, и в пыли баги уже на выходе. Последний камень лежал, и задели в пыли его, проткнули колесо, становились на замену. Но все равно ошибка, нужно было все-таки удостовериться, что дорога чистая. Хотя очень много сегодня обгонов было, очень много пыли. И если перестраховываться очень сильно, то очень трудно будет обгонять. Поэтому такие моменты рисковые возникают периодически. Но вот сегодня был, значит, не совсем наш день. Красивые пейзажи, на которые бросали взгляд гонщики, точно не захочется запомнить Янусу Ван Кастерну. За 80 километров до финиша голландец уступал лидеру меньше минуты. Однако вынужденная 15-минутная стоянка в дюнах лишила его шансов на победу. Только 15-й результат по итогам дня. Стоит отметить и стабильность Герта Хузенко. Третий год подряд выводящий свой гибридный грузовик на бездорожье Саудовской Аравии. Буквально несколько лет назад невозможно было и представить участие в ралли-марафоне автомобилей на альтернативных двигателю внутреннего сгорания силовых установках. Амбициозная программа «Будущее Дакара» стремительно воплощается в жизнь. На Дакаре 2022 выступают уже 5 гибридных машин с низким уровнем выбросов углекислого газа и 1 на биотопливе. В классе грузовиков расклад сил следующий. Возвращаясь к теме альтернативных источников энергии, нельзя не отметить три портотипа внедорожников Ауди, РС, Ку и Етрон, для которых была создана аж отдельная категория Т1У. Они, кстати, уже давно доказали свою состоятельность на этой гонке. Восемь раз попадали в тройку призеров на этапах и два раза выигрывали этапы. Звездный состав команды вообще заслуживает отдельного внимания. 14-кратный победитель Дакара Стефан Петранцель, трехкратный обладатель золотого бедуина и двухкратный чемпион мира по классическому ралли Карлос Сайнс и двухкратный чемпион престижной серии DTM Матиас Экстрём. Согласно дорожной карте, организаторы Дакара с 2023 года будут поощрять участников, использующих биотопливо. А уже с 2030-го участие в гонке будет ограничено легковыми и грузовыми автомобилями с низким уровнем выбросов. Директор ралли-марафона Давид Костера, в свою очередь, заметил, что новая эра соответствует духу времени, позволит развивать вид спорта более экологично. Поэтому пятилетняя программа команды Камазмастер по изготовлению спортивных камазов на альтернативных источниках идеально вписывается в стратегию Дакара. После девятого этапа и финиша нашей команды, комиссары ФИА пришли на бивак команды Камазмастер для того, чтобы провести измерение. Сейчас они собираются замерить ход подвески и проверить, в норме ли он, согласно определенным параметрам или нет. Проверяется сначала передняя ось, а потом задняя. Пойдемте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После того, как проверили переднюю ось, оказалось, что передняя ось находится ровно по позиции, по лимиту. То есть больше ход уже делать нельзя. А вот задняя ось даже с запасом на 5 сантиметров. То есть можно еще увеличить ход подвески примерно, не примерно, а на 5 сантиметров. То есть здесь машина точно прошла все измерения. Сейчас они будут мерить еще один автомобиль. И на этом все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в конце нашего ролика, как всегда, самое приятное. Конкурс, в котором мы дарим кепку команды КамАЗ-Мастер. Будь здоров. У нас был очень простой вопрос. Сколько человек проживает в автодоме, где живут экипажи, боевые экипажи команды КамАЗ-Мастер? И правильный ответ – 21 человек. Вот этот комментарий правильный. Слежись с нами в директ, написав нам в инстаграм команды КамАЗ-Мастер, и забирай свою кепку. А у нас новый вопрос относительно экипажа. А новый вопрос нам поможет задать штурман экипажа 501 Дмитрий Негидин. Дим. Всем привет. Итак, сегодняшний вопрос. Какой объем воды заливается в термоса для боевых экипажей в наших спортивных автомобилях? На всех трех членов экипажа. Да. Свои ответы пишите в комментариях под этим видео. Мы, как обычно, выберем рандомно один, и кепка команды КамАЗ-Мастер может стать именно твоей. Удачи. Завтра караван ралли Дакар-2022 возьмет курс на запад Саудовской Аравии. Друзья, большое вам спасибо, что поддерживаете нашу любимую команду. И не забывайте подписываться на наш канал. С вами был Богдан Балычев и ежедневные дневники с Дакара-2022 команды КамАЗ-Мастер. Спасибо, что были с нами. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok